Всем привет! Тема этого занятия самые часто используемые модули Node.js. Мы уделим им время именно сейчас, потому что потом, когда мы будем уже их использовать, у нас просто не будет возможности отойти в сторону резко и посмотреть, что как там работает. Первым методом, который мы изучим, будет метод util.inspect . Этот метод позволяет красиво вывести любой объект, даже если у этого объекта, как в этом примере, есть ссылка на самого себя. Запускаем. Node.inspect.js, и видим, что действительно все красиво обработалось. При этом, если у объекта есть свойство, inspect, и оно равно функции, то эта функция будет вызвана, и именно ее результат будет возвращен. Например, видите, я сделал функцию inspect, и вернулся 1, 2, 3. Таким образом, поведение метода util.inspect несколько напоминает toString. И этот метод используется консоль автоматически, если она хочет залогировать какой-то объект. Видите, я убрал util.inspect, вызываю, все работает так же, потому что на самом деле консоль вызывает его внутри. Однако иногда все же необходимо обращаться к util.inspect явно, в первую очередь в тех случаях, когда мы хотим вывести что-то не в консоль, а, например, получить строчное представление объекта для вывода в файл. Кроме того, есть дополнительные параметры util.inspect, можно, например, задать глубину вывода объекта, по умолчанию 2, но они используются редко. Следующая команда это util.format. Утил.format получает строку, и дальше следующие параметры оно в него подставляет. Вместо %s будет выведена строка, вместо %d будет выведено число, а далее вместо %j будет выведен объект в формате json. Если я сейчас это запущу, то вот что я получил. Обратите внимание, это формат json, это не вывод util.inspect. Соответственно, если вдруг я вместо числа передал здесь что-то еще, то при выводе я получу none, потому что автоматически происходит конвертация. Метод util.format также используется в консоли, неявно. Если я сейчас возьму это и перенесу прямо в консоль, то все отлично продолжит работать. Как видите, ничего не изменилось. А что если я хочу вывести вот это как строку, вот это как число, а этот объект я хочу вывести не как json, а просто объект, именно util.inspect меня интересует вывод. Это тоже возможно. Давайте я просто уберу %j для этого. Запускаю. Все вывелось чуть-чуть по-другому, да, вы заметили. Почему? Потому что cancel.log, когда введет строку, ищет в ней символы форматирования %s, %d, %j. Оно их находит в данном случае два, и берет следующие аргументы, подставляет сюда. При необходимости преобразует тип, в данном случае к числу, к строке, а дальше все. Вот оно два параметра нашла, вывела, и следующий объект уже обрабатывается стандартным способом. Следующий, последний метод util, о котором пойдет речь, это метод util.inherits. Чтобы его было легче понять, я позволил себе скачать исходники node.js и достать из них файл util.js. Это как раз и есть исходник в модуле util. И там, на чистом JavaScript, вот он метод inherits. Он получает первым аргументом функцию конструктор потомка, вторым аргументом функцию конструктор родителя, и организует наследование через прототипы. Если вы знаете, как работает OOP в JavaScript, тогда вы этот метод сразу понимаете. А если нет, то никогда не поздно изучить его. Например, это можно сделать в учебнике JavaScript. learn.javascript.ru Понимая же, как работает OOP в JavaScript, вы без проблем разберетесь, почему работает следующий код. Сработает и rabbit.walk, и rabbit.jump. Walk из родителя, а jump из потомка. Итак, мы посмотрели функции util.inspect для вывода объекта, util.format для вывода отформатированной строки, и util.inherits, который осуществляет прототипное наследование. А теперь поговорим о следующем встроенном модуле, консоль. Как мы знаем уже, он использует util.format и util.inspect для вывода. Что еще интересного? Консоль, в отличии от util, является глобальной переменной. Это большая редкость в Node.js, но действительно, консоль мы не обязательно должны require. Она у нас есть везде. Теперь кратко взглянем на основные методы этого объекта, в части их всего два. Console.log, или что то же самое Console.info, и Console.error, или что то же самое Console.warn. Зачем есть два метода? Давайте сейчас запущу. Запустил. Есть разница, по виду нет. Но на самом деле разница существует, и она заключается в том, что log выводит стандартный поток вывода, а error выводит поток ошибок. Это такие системные термины, смысл такой, что у каждой программы, у каждого процесса есть как минимум два потока вывода. Первое считается нормальным выводом, второе считается ошибками. И когда мы выводим что-то, то мы можем указать, в какой поток это выводить. В нашем случае log выводит в первый поток нормальный вывод error в поток ошибок. И при этом каждый поток мы можем перенаправить в свой файл. Например, первый файл ok, а второй файл r. То, что выведено в первый поток, упадет в файл ok. Сейчас там находится log. То, что вывелось во второй поток, в поток ошибок, вот, находится в r. Таким образом, если мы делаем перенаправление вывода и правильно используем error и log, то мы всегда сможем отличить хорошее сообщение от ошибки. Кроме этих методов есть еще и метод console.trace, который используется достаточно редко, он выводит текущий stack trace, тоже в поток ошибок, бывает иногда полезно, но редко. Наконец, console.debug. Обращаю ваше внимание на этот метод, точнее, на его отсутствие. В браузерах он обычно есть, а в Node.js его нет. Следующий объект, который нас интересует, это EventEmitter. Или, как его иногда любовно называют, EE. EventEmitter представляет собой основной объект, реализующий работу с событиями в Node.js. Большое количество других встроенных объектов, которые генерируют события, ему наследуют. Для того, чтобы воспользоваться EventEmitter, достаточно подключить модуль Events встроенный, и взять у него соответствующие свойства. После чего я могу создать новый объект, и у него есть методы для работы с событиями. Первый метод, это подписка. Он, имя события, функция обработчик. Я могу указать много подписчиков, и все они будут вызваны в том же порядке, в котором назначен. Второй основной метод, это emit. Он генерирует события и передает данные. Эти данные попадают в функцию обработчик. Соответственно, если предположить, что мы пишем WebServer, то в одном месте кода будут обработчики запросов. WebServer при запросе что-то с ним делает. А совсем в другом месте кода, например, в обработчике входящих соединений, будет ServerEmit, который генерирует события. Давайте запустим этот код. Как видите, было два события запроса, и оба они были обработаны. Сначала этим обработчиком, а потом вот этим. Approved везде стоит true. Важно, что один обработчик никак не может остановить или предотвратить срабатывание другого. Они полностью незамесимы. Обработчики можно и удалить. Server. Видите, здесь есть методы. В данном случае нам нужно removeListener. А можно removeAllListeners. Вот. Запускаем, ничего не происходит. Все обработчики удалены. У EventEmitter есть еще разные методы, которые наиболее подробно описаны в документации. Но на данный момент нам хватит этих. Перед тем, как окончить скринкаст, позвольте обратить ваше внимание на одну важную тонкость этого модуля. Сейчас я ее продемонстрирую. Я добавил код для генерации событий Error. Запускаю теперь EEJS. И как мы видим, оно упало. А упало оно потому, что у этого модуля, как у многих других Node.js, есть забавная привычка. В случае, когда появляется ошибка, событие Error. И если нет ни одного обработчика этого события, оно просто падает. На практике это поведение не очевидно, но достаточно полезно. Если же поставить обработчик, то при запуске этого кода все будет хорошо.